Стрижёмся и привлекаем деньги. Прямо сейчас вы узнаете, что такое денежная стрижка, когда и как она проводится. В этом видео я дам особые даты на весь 2021 год. Стригитесь в особые дни и получайте подарки, бонусы и денежные презенты. Денежная стрижка прекрасно работает для женщин и для мужчин, для всех возрастов и профессий. Она приносит неожиданные деньги, прибыль, премию, подарок, денежную находку, бонус или даже выигрыш. Работает для всех без исключения. Как надо стричься? Прежде всего, выбираем благоприятный день. Эти даты я дам в конце видео. Важное правило – сами себя не стрижём. Выбираем доброжелательного, хорошего парикмахера. Можно постричься на любую длину, это не имеет значения. Можно поменять прическу или только подровнять кончики. Можно постричься и покраситься. Можно стричься дома или пойти в парикмахерскую. Дальше вы узнаете, что сделать перед стрижкой. Перед началом стрижки вслух или про себя произнесите денежную аффирмацию. Мои доходы постоянно растут. Деньги к деньгам и все в мой карман. Я получаю деньги легко и радостно. Можете выбрать эти или любые другие денежные аффирмации и сказать их перед стрижкой. Если вы практикуете мантры, то перед денежной стрижкой можно прочесть 108 раз мантру Ганеши или Лакшми. Ом Хрим Шрим Лакшми Бьё Намаха или Ом Шри Ганешая Намах. Важно знать, денежную стрижку стоит пропустить, если вы больны. Если у вас в день денежной стрижки нет настроения или день, неблагоприятный для вашего года рождения. Подробнее об этом я расскажу в конце видео, где будут даты на весь год. Итак, самое главное. Даты денежных стрижек. Когда стричься в мае? 7 мая. В этот день не стригутся рождённые в год петуха. И 19 мая. Не стригутся рождённые в год петуха. Дни денежных стрижек в июне. Это 13 июня. Дата не подходит рождённым в год собаки. 19 июня. Не стригутся рождённые в год дракона. 23 июня. Не подходит для рождённых в год обезьяны. И 29 июня. Не стригутся рождённые в год тигра. Денежные стрижки в июле следующие. 1 июля. Не стригутся рождённые в год дракона. 5 июля. Не стригутся рождённые в год обезьяны. 12 июля. Дата не подходит рождённым в год кролика. 18 июля. Не стригутся рождённые в год петуха. 26 июля. Не стригутся рождённые в год змеи. Денежные стрижки в августе следующие. 8 августа. Не стригутся рождённые в год лошади. 12 августа. Не стригутся рождённые в год собаки. 20 августа. Дата не подходит рождённым в год лошади. 26 августа. Не стригутся рождённые в год крысы. Даты денежных стрижек на сентябрь следующие. 5 сентября. Не стригутся рождённые в год собаки. 18 сентября. Не стригутся рождённые в год свиньи. 24 сентября. В этот день не стригутся рождённые в год змеи. В октябре даты денежных стрижек следующие. 1 октября. Не стригутся рождённые в год крысы. 9 октября. Не стригутся рождённые в год обезьяны. 25 октября. Не стригутся рождённые в год крысы. 27 октября. Не стригутся рождённые в год тигра. В ноябре даты денежных стрижек будут такие. 9 ноября не стригутся рожденные в год кролика. 15 ноября в этот день стрижку лучше отложить рожденным в год петуха. 27 ноября не стригутся тоже рожденные в год петуха. И, наконец, даты денежных стрижек на декабрь 2021 года. 3 декабря не стригутся рожденные в год кролика. 20 декабря не стригутся рожденные в год обезьяны. 26 декабря денежную стрижку лучше отложить тем, кто рожден в год тигра. Попробуйте практику денежных стрижек. И помните, чем чаще стрижетесь в эти дни, тем больше прибыль, тем приятнее находки и серьезнее денежные бонусы. Желаю вам удачи! Используйте денежные стрижки и процветайте! Стрижемся и привлекаем деньги. Прямо сейчас вы узнаете, что такое денежная стрижка. Когда и как?